Скажи про детский садик. Сколько у вас воспитательниц там были в Ясли? Ой, слушай, я не знаю. Рудик пошел с двух лет в садик, да? Как оно там все работает, я честно сказать не могу. То есть Ясли до трех лет? То есть нет того, чтобы, допустим, взяли, ну вот как вот у нас было в садике, набрали группу там, вот пошел в садик семь лет, да, там не в семь, в семь школу держат, в три года, там вот все дети трехлетние только, да? У них, допустим, Ясли набирает один, допустим, два с половиной года, второму два года, одному полтора года их набирают, да? То есть они все вместе. Вот про Рудик я могу сказать. Он ходил в садик, по-моему, до трех. Ну там их спает, ложит, кормит, все. Да, в Ясли. Да, в Ясли. Несколько там было воспитателей? Я не знаю, это сказать. Вчера вроде говорили на 10 человек три воспитателей. Ну это у Оли на острове. Я могу сказать, что, короче, 168 евро вот у нас садик стоит. Это ты работаешь, сам плотишь. Мы до трех ходим. А кто подходит? Месяц. Месяц 160 евро, да. А кто там, до 12 часов одна цена, но я реально не понимаю, как можно садить до 12 часов ходить, да? Вот он ходит до трех, а если до пяти ходить, там еще дороже. То есть, короче, я не могу по ценам сказать. Я могу сказать, только что мы флотим, да? Вот. И получается 168 евро плюс деньги, сколько он съест там, ну это отдельные, там 130 чем-то евро. И да, ну в общем, 200 евро садик в месяц стоит. А потом, когда он переходит уже вот в эту группу, ну как, ну после трех лет, ну как нормально. Это уже в садике. Да, это уже в садике. Там получается, что дети все вообще в кучу. То есть, допустим, трехлетний, пятилетний, шестилетний. С одной стороны, это плюс, что маленькие учатся у больших, ну как, чему-то. И все. И потом получается, когда вот этих, ну, дошкольников, дошкольников водят отдельно еще, как бы, в школе готовят. То есть, допустим, там есть пять человек, ну как, в группе. В одной группе пять человек, в другой группе их забирают и водят там куда-то на подготовительные, ну как присадники же, да? То есть, в школе готовят. То есть, эти маленькие остаются, больших уходят на подготовку в АТО. Ну там, на час или на сколько они уходят, ну, на территории же садика. Вот. А потом получается, вот этих дошкольных детей высаживают в школу, а на них вместо новых набирают детей. То есть, получается постоянно, как, ну, циркуляция в группе. Всем привет. Сегодня что? У нас 22 число, да? Женя, куда ты нас привез? В общем, сегодня 22 число. Мы приехали за ульями. Я беру себе, моему знакомую, фирма Werner Zeib, который, как бы, сделал улью. Он сам их не производит, не сделал. Взяли мы нынче Мерседеса в аренду за 105 евро 300 километров, потому что нам выгоднее брать в аренду, чем покупать. Вот. И мы приехали в фирму Werner Zeib. То есть, от меня 120 километров. И вот, собственно, она. Вот. Тоже они могли, я думаю, давно за деньги свои построить, что-то в Кукио. Но они вот в этих сарайчиках сидят и торгуют. Я не знаю, мы увидим сейчас торговлю. Нет. Реально все упаковывается в посылки. Ну, понял, да? Вот это все. Ага. Женя, если все завалено, только только посылки покруются, все вот это. Ну, понимаете, да, что я имею? Да. Как бы они все эти руины скупили и по руинам ловят. По кругу, так скажем. Итак, магазин чего? Наши стоят прямо. Тут ващину он производит на втором этаже, но я не знаю, сейчас производство... Ну, тут полное производство, да? Нет. Корпуса они делают, корпуса для него кто-то делает. А ващину они производят. Ващину на втором этаже там производят. Она же как бы сезонная производство. Ну, по-моему, ты же не можешь ее каждый день производить. Она каждый день не нужна. Ну, да. Я не знаю, в данный момент она работает, не работает, но там свет горит, можно зайти и спросить. Вообще, нет, не, цвет... Ну, вот на втором этаже там вообще производят, там кто-то пакует. Кстати, пара, может работать, можно зайти. Вот это все вот, вот смотри, видишь? Ты, короче, нашли все вот это полностью. Уже подготовлено для тебя, да? Да, у нас там 380 корпусов надо забрать. 380 корпусов и сколько-то донев крыш у меня, короче, список, сейчас я покажу. Ну, берем с человеком на двоих. Это вот знакомого. А, так ты же сниму, я на руд, да? Да. Да, в общем, это, в общем, знакомого, ну, вот список, да. А, общий список у нас... Получается, чем больше заказов, ну, понял, да? Получается, у нас 65 крыш, 320 корпусов и 50 донев. Это вот и вон, и вон, и вон, и вон, и вон. Вот. Алло. Алло. Мы собираем помену, да? Алло. Да, вот. Да, вот здесь мы здесь, 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 мы здесь. Это канди, да? Это сироп. Нет, нет, нет. Это канди. Это канди. О, какой это канди? Инверс. Инвертированный сироп. Сироп, да, в таких... 2,5 килограмма. Вот они, видишь, вот у нас, смотри. Упаковано. Все готово. Пойдем. Я договорился, сейчас воск делаю пощей. О, класс. Жаня, только ты комментируй что-нибудь. Поехали. Алло. Алло. Вот этот фрюмар обынь. Он есть вон таки цоган. Делает тут машина. Я, 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 я. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так сказать, гегосаны. Это не гегосаны. Отличие, короче, плиты от бальцованы в том, что сразу закатывают, воск идёт в вальцы, и получается резко по размеру. То есть вальцы сразу закатывают воск в овощину. Это называется как бы литая овощина. А если бы была гегосана, тогда когда ленту восковую раскатывают и потом прокатывают вальцами. То есть стерилизатор, видишь, что это поплавок капает, подачу регулирует. Там вот краник ванил, сфотографируют, вальцы льются в воск. А, я сейчас покажу. Вот тут у нас охлаждение вальцев, вот тут уже овощина есть. Пахнет. Пахнет. И стерилизатор сюда льёт. Вальцы. 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 Вот тут уже ножи режут. И они уже маленькие. Вальцы. Катерцарь. Вальцы. Например, университет. Это фирма Ricci, вот, кстати, Олег Борисович, он мне сказал, там Ricci, там вальцы китайские, это-это, мы, короче, обсуждали, Ricci, она у вас на Пимонде тоже была, я помню, там в центре она была, в общем, Ricci была у вас на Пимонде, это фирма, которой больше 100 лет, которая делает полностью производство в Германии, все полностью сделано в Германии, Мы с Олегом Борисовичем построили, он там, а китайские вальцы, все летят, да у нас это есть, в нашем сериале Олег Борисович все знает, короче, в фильме больше 100 лет, вот эта машина, никто не знает, сколько лет она работает, вот, я смотрю, он выглядит как-то другая, в общем, Ricci, Матву. Да, 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 да. Он постоянно что-то дорабатывает, что-то подделывает. Какая производительность? Вы знаете, что вы делаете на ток? Или на ток, как это работает? Я не знаю. Мы знаем, что моя коллега смотрит на мой муж, который говорит вам в ток. Он говорит вам в ток. И что вы делаете на ток? Это говорит о том, что вахт сейчас происходит био-вахт. И био-вахт работает легче, чем в других. Потому что это эмоциональная вахт будет через машину. Конвенциональный вахт может быть быстрее. И там есть различные кило-зазы. Сейчас это био-вахт идет. Поняли, что я имею в виду? Органический вахт. Поэтому его делать надо тихо, потому что он плохо структуру держит. А это и химия, то быстрее идет. Ага. То есть это вот био. Это чисто. Данке. Пойдемте. 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 И еще больше столе. Пойдемте. А это уже более современное. То есть тоже видишь, тут стерилизатор или что. То есть подача насоса, воск насосом где-то качается сюда. Да, он по трубах идет. Воск. Эти самые барабаны, которые линию эту делают. Понял, да? А, что, как название? Ленови так ставят. Да, там воск. 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 Церилизатор какой-то, да? А вот, маень, вот кусок машины. Да, смотри, вот кусок машины. И вот эти барабаны, которые настраиваешь ширину, то есть даданк там, на полу рамки А вот, пойдем к Бешифу, к Цаге Бешифу, к Бешифу Алло, это хорошая женщина, с которой мы дела ведем Здравствуйте, это две женщины из Украины, это Инка, это ютубе блогер И они хотят узнать, как это происходит Они с первым разом в Германии Мы были вчера в Сели, они были уже готовы О, круглый рейсер Да, и вы можете увидеть их Окей Я вам покажу, что есть Вы видите меня в Дмитер, да? Мы вам нужны для вашего пребыва Спасибо Можешь это? Да, сейчас вы максимально с гпс Это для дымаря? Да, это для дымаря лен дробленый, но проблема в том, что когда ты дымишь, он вылетает искрами, понял как? Окей, да. Так, что это такое? Это, наверное, алкоголь. Ага. Алкоголь 15 бутылок, то есть 0,75. Ну пойдем, 0,75. Пойдем. Я просто, мне глаза разбегаются, тут надо не... На что смотреть? Вот смотри, как все сделано, да, вот. Кормушки, всякие. Все в порядок, порядок. Нет, а, окей. Допустим, вот я захожу, у меня нет желания что-то украсть. Крыши уже готовые. Сеточка готовая. Сетка прикольная. Ну, цены, вот, есть и цены. Они дороже, намного дороже, вот такие улья, покрытие, которое, короче, как бы, из-за места... Да, да. Уже дети выкаживали недолго, профессиональные. Сетка крашеная. Сетка крашеная. Сетка крашеная. Да, да. Да, они все это, это напыление какой-то краски. Да, смотри, видишь, она остается. А, вот она красится. Да, это напыление, смотри. Да, да, да. Это кормушка. Кормушка. Крыша. Это напыление. Вот, корпус. Это обычное напыление. Краска идет. Напыление. Склад. Разные ульи. Красивые. Открываются. Есть. Смотровой. Закрыт. Производство. Готовое. Красивое. Прикольное. Разные ульи. Вот дно прикольное. Смотри. Угу. Не, ну, качество высокое. Высокое качество. Крыша. Крыша. Да. Иван Марк. Кёнигин. Он. Полин. Спросили, какие у вас пасеки. Я сказал, что у каждого свое направление. Один от водки продает, второй пыльцу производит. Не только. Не только. Спросили, сколько у вас пешло. Я сказал, сегодня 50. Это много, а завтра уже сколько мало. Да. Да. Корпуса совсем уже другого качества. Смотри. Такие не сильно глубокие рядки. Вот у меня такие. Вот дно уже другое тоже. Видишь? Ну все сделано так. Видно качество, но да. Именно. Ну чувствуете. Гладкость. Вот это все. Это шестерамничники. Кормушки. Иди. Смотри. Вот это на твои ввели. Обалденно. Смотри, иди сюда. Силикон. Корпус. Ох thankfully. Я так понимаю, тоже си striking? jag hozuk wie��. Оникwein. Вино, литр канистра. Да это вино, канистра. А потом они расфасовывают, ручки. да! А потом они онфасовывают вот через нас. — Морок, вино, крышки. С ихними эмблемами смотри. Ункербан, дочь Смотри, вокс Это ж, они воск в таких мешках Да, вот воск А вот воск Вот воск Ух ты Как этот, как его Горох Вот такой уже воск Я уже где-то порезался Ну, это что не сделаешь Что вот это такое Это какие-то вставки Вставки для ульев какие-то Это что такое Тоже много разных А может это Не, это может на вставке Это может для упаковки какие-то Углы А вот это что такое Для пол Блютен полен Пыльца Положи, тут же проли Да не запомнили А это что А это что Да, ну что ты вот так вот копаешься Потому что я показываю Сам смотрю, мне интересно А в коробках не надо пока Это коробки, нормальные коробки Крышечки разные А, это вот органические мер Да, бокс А вот Скласс Что это такое О, это тут Эти Тара Тара, вот она Тара Такой дворик Прикольный Корпус Оженины Тара А ну Крыша легкая И наверное с утеплителем Нуклеусы Производство Кормушки Да, там магазин Рамки Я А, здесь Я Тара Бегу-бегу Бегу-бегу Сейчас Снимай новое видео Понятно Это мужчина с Польшей Может мы разговариваем Сейчас можешь вопросы задавать Какие вопросы Привет Вопросы Самый первый вопрос Мы в принципе уже сняли Производительность Интересно Сколько нужно в час Или в сутки Давай по-другому поставим вопрос Как идет вообще весь процесс Ну Снимай новое видео Снимай новое видео Снимай новое видео Снимай новое видео Пастиль Это такие гранулки Да, я уже посмотрел Да Или тот воск Который пчеловоды Ну, выплавляют и привозят Да Воск, который получает Вот этими гранулами Сразу сюда То есть он чистый И начинает переработка В общем, который в воск приходит Ну, вот пчеловода Сюда его засыпают И два-четыре часа он там стоит И плавится В какой температурах Среди температуры 80 градусов 80 градусов 80 градусов Только расплавляют Да И тогда Комнатс вач И цветаны Да Переходит Носколько И тут И вот А в 125 градус В specific Общ когда тут 애цвет В общем, когда тебя перепнат Переходят Да И кое-что альном Градус Давайте В десятилет В сот сот То есть, ну, здесь стерилизация. Да. И пумпы, грают, где-то. Да? Вот тут, на сосе стоят. Удат, где-то, где-то, где-то. Грязь. Кло. Когда вахт, когда ты кохаешь, то есть, стойки-фрей, то есть, просерилизовался, когда воск. Комптикс, то есть, вовсе, вовсе, вовсе. Переходит в тост, крайне. Комптикс, кемптикс. А чтобы восклинить. 120 градусов воск, он темного цвета, темного цвета. И мы выработаем только светлый воск. И мы выработаем только со светлым воском. И мы уже 2 машины. У нас есть 2 машины? Да. И мы выработаем здесь. Отсюда качается и куда, в комнату, где вальцуют. Баки вот эти одни тут. Как на автотравштайне. Сюда вставай. Вот сейчас насос заработал, качает по-моему потихоньку. Да, качает, уменьшается, а носик убывает. И обозначение. Вот так, да, засыпается. Тут он разогревается. 80 градусов греют, сколько-то часов, я уже не помню. Потом туда перекачивает стекилизатор. А вот этот жмых мусор, ну, как бы, они куда его девают? Да. А центрифугу. Это первый. 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 Первый 80 градусов. Первый 80. Все комплект. Компьютер-гестор. Все управляется компьютером. Ага. Первый 80. Первые. Ты, ты? Второй 800 градусов. Тока. То же. Това тут же зав окно Ceriatric, выбрей. Да, вы нередко. Все притчат Jenkins, ай. Това то же в Москве. А вот эти оходи, seriousness. Жизнь-экспринга В общем, как у всех, они сливают 2-30 килограмма сюда, грязь выпадает, остается кусок, как стрягут и туда опять. Как у всех, да, да, да. Вот это в данный момент био, да? Да, био. Это чистый. Das чистый, что для биофаси, биоимкере. Для биоимкере нет, с кликатами нет, это не только. Можешь это? К куплю. Я куплю это, я куплю. Нет, маня, я куплю биоимкерея уже так. Вот здесь, вот здесь. Вот. Это органик. Вот такие, что вы видите. Да, мы увидели. Вот. Хотите еще раз посмотреть на животных? Да. Какие килограммы производят? 30-40 килограммов. 30-40 килограммов. 30-40 килограммов. 30-40 килограммов. В зависимости от размера. Да. Эта машина делает 100 килограммов. Эта машина делает 100 килограммов. Вот это? Вот. Та машина от 30-40 килограммов. Да, от 30-40 килограммов. Вот это вот то, что стерилизует. То, что грязь слегка. Снизу грязь. В общем, обкорябывает и все. Это делает 100 килограммов. Это больше производительность. Он заработан с единой. Там он пользуется той бочиной, потому что она выгонит 10 килограммов. В общем, вальцованная бочина, она не такая стабильная, как и ГОСТ она. Ну, как летая. Потому что она толще. Как бы считается, что она толще. Из-за этого идет определенное количество листов. Ну, в килограмме. И за счет толщины она более стабильнее вплавляется и более стабильнее держится. Да. Какое количество листов? Да. Какое количество листов? Да. Из-за этого стабильнее ф��자는 или переваты. он Concern� 살지 лучше lớn. Да, вы знаете о сцене избили следует. Ну, turnes можно сказать, что будет гораздо старше. А моя автомобиль, например, это поставлен $10. Но вот это вчера His Eye Island было именно covering $10. Unlike $10. Но в доме был Цельцем ainsi guys. Почему вы можете скрывать Él? Да. На сегодняшний день это обнач Mult эти модерны. это тоже это тоже фирма речь я уже говорил нету еще такой фирмы которая была лучшим речь и олег борисович это в общем вам Олег Борисович. В общем, весь, короче, комплекс построен по экологическим показателям, когда не надо ни газа, ни нефти, ничего, все качается тепло из земли, то есть новая техника, и все для того, для сохранения природы. Полностью все офисные здания, ну, в общем, полностью весь комплекс отапливается природной энергией. А слышал ли он о прополисной овощине? И зачем она вообще нужна? То есть люди спрашивают, что вы слышали о прополисе? Для прополиса, ну, прополис добавляют. Нет, нет, нет. А он говорит, что это не идет вообще? Нет, ну, у нас считают, что это самая лучшая овощина в мире, с добавлением прополиса. Так как прополис, он бактерициден. Почему? Да, это стальвайзерин. Да, почему? Прополиси стоя, и что это за эффект? Бененвахс не имеет прополис. Вот, он говорит, что пчелинный воск, он не имеет прополиса в себе сам, и тренер его там делать, он вообще удивился. Он говорит, что ему там делать, и прополис дороже, как можно прополис туда, как бы. Это правильный ответ. Он говорит, я вот слышал, что там добавляют парафин, штерофин, как я знаю, чтобы, ну, как, ну, потому что воск чист очень дорогой. Китайцы, говорит, любят мешать, но чтобы, говорит, прополис мешали, такое еще не слышал. Да, ну, а в Германии случается, что пчелоды добавляют там парафин? Фальсифицируют. 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 Бывает фальсифика. Фальсифика. Ти шинеси имеют 20% парафина. Много производителей, которые покупают воск из Китая, и в этом воск уже 20% парафина. И они сами имеют это, что в нем немецкие, они не собирают это. Это делают все продавцы. 50 тонн воска в год. В общем, человек получает много ангиботов из Украины, Белоруссии, Чехии. И когда воск предлагают тебе по 6 евро, то хороший воск столько денег не может стоить. Хороший воск стоит 11-12 евро. Я могу в цифрах ошибаться, потому что я не могу. И ты не можешь хороший воск купить за дешево. И когда тебе дают воск дешевый, ты уже должен быть подозрением, что он не может быть хорошим. В общем, есть производители, которые за 12 лет не хотят брать. Они думают, о, 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 6 евро. Берут по 6 евро. Производят ващину, а в конце получается, как у всех, проблемы. Не у него, а пчеловодов. В общем, он покупает, он работает только с немецкой фирмой, я не помню, как называется, но я знал. Они закупают этой фирмы, то есть большой объем. И они уверены в том, то есть вот этот гранулат, да? И они уверены в том, что этот ВОКС проверен, он с анализами системы. Ты можешь быть, ну, как 100% производительности, ну, запускать. А то, что им предлагали дешевый воск, он делал сам анализы, и там было все, как у всех. В Испании то же самое, то есть манипуляции с воском. А как насчет болезней? Антибиотики. Антибиотики, да? Да, они есть. Да. Они есть. Есть. Это только по био, не только по био. 10-12 пестизидов, 10 пестизидов, 10 видов в ВОКС. 10 минимум, ты всегда, у тебя пестизидов есть, 10 видов в ВОКС. Ты не можешь это изменить. Это я тоже с этим анализом. Я говорю, что это пестизиды, которые ты там имеешь в виду. Да? Тогда он должен купить ЭКО. Тогда он уникальный ВОКС. Это нужно иметь в ВОКС. Но ЭКОВАКС стоит около 30 евро. Килограмм экологической воски, или воска, стоит больше 30 евро. Поэтому, если пчеловод хочет покупать, он говорит, мне надо чистую в ВОКС. Если хочешь чистую, покупай экологически. У нас есть такая функция, что ты можешь приехать со своим воском, и тебе из твоего воска сделают в ВОКС. Есть ли у вас такая возможность? У нас есть возможность, чтобы свой eigenen ВОКС производить в ВОКС. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Если у тебя есть, то есть какая женщина, а я и такой имя. И он делает машину. В общем, принцип переработки в ВОКС заключается в том, что ты можешь переработать свой ВОКС только от 100 килограммов более. И ты приезжаешь сам, и там стоит не евоная женщина. А сам он стоит. Получается, что он как бы арендует машину и производит. То есть он сам стоит на этой машине и работает, чтобы он видел что-то ну-ка... в общем среднем 2,50 но можно торговаться в общем, хороший друг платит мало, 2,30, можно говорить, плохой друг платит больше в общем можно сделать все на выходных поняли как будет человек делать и все как везде эта схема по-другому не выжить в общем еще есть столярка и пчел класс система образования очень такая интересная в школе же постоянно сортируют по школу ты идешь сначала как грунт шуле идет начальная школа до 3 класса у них до 4 класса идет 4 класса после 4 класса делят детей сильные слабые делят детей ну тоже не то что это дискриминация то есть делят детей умных детей забирают в гимназию то есть но если родители не хотят его не заберут ну естественно гимназия тоже ну как престиж получается а если родители настоят у и ребенок и все ну как бы не тянет вот тоже гимназии заберут то есть вопрос гимназии это совершенно другая нагрузка потом дают два года еще можно как бы гимназии подготовить то есть получается ты получается 5 6 класс может быть в этой школе потом уйти в гимназию или пойти в реаль шуль это получается я не знаю как общая школа или как в общем эта школа типа по нашему будет 9 класс и после этой школы ты не можете куда-то высшее заведение но если ты хочешь и высшее заведение тебе надо сделать абитуру то есть этот сделал абитуру то ты можешь идти уже учиться в университет или плата еще там вот если это не сделал ты получается учишься там ну как пту получается по нашему получается заканчиваю дополнительно школа и после того как ты отучился вот этому и туда тут то потом после него тоже можешь учиться вот школа тоже не показатель как бы всяко в жизни бывает но и в гимназии там же есть сортировка по классах по на зее спортивный класс то есть там не не надо учиться так их нормальном по классах по классике а а а а а а и а а а а а а а н а а а